а там вообще девчонка за рулем там вообще девка за рулем вы посмотрите вы посмотрите Вы посмотрите, что делается. Девка за рулем. Девка за рулем. Девчонка за рулем. Чего-то, значит, произошло. Здравствуйте, друзья. А сегодня, я не знаю, просто жир. Я не знаю, какой-то праздничный выпуск. Ну, во-первых, потому что уже давно не было видео с физиономиями ходоков вот этих вот служб взыскания. А вообще ничего подобного не было. Вот вы сейчас увидите. Да, чувиха сразу говорю. В шубе, в платке, в каком-то непонятном. Это стайл такой, типа, я у мамы дурочка. Ну, девушки, пожалуйста, кто смотрит, опишите вот этот вот выпад в сторону невероятных проявлений моды. Правильно выражаюсь. Так или иначе, я думал сначала я посмотрю, а потом вам отдам полное, как говорится, бесперерывное наслаждение. Но нет, я хочу смотреть и вместе с вами пытаться выражать мысли. Давайте так, сейчас мы посмотрим. Я буду комментировать в процессе, чтобы ничего не забыть. А потом мы отдельным роликом, прям следом, в этот же день выложим просто этот ролик от видеоколлектора. Сразу предупреждаю, да, чтобы не было вопросов. Да, ролик сейчас нам прислали. Мы, естественно, благодарны автору. Благодарны автору. Но вот прислал позже, может быть, не решался, но, как нам написал автор, ну вот, посмотрите, оцените, прокомментируйте. И мы это выкладываем вне очереди сразу, друзья. Поэтому смотрим. Или не пошло? Ну, да. Вот она, красотка. Вы снимаете меня? Масочку снимаем. Да, вы меня снимаете? Масочку снимаем. Вот она, красоточка. Хорошо? Масочку, девушка, снимаем. Девушка, маску снимаем. И еще раз. Ну, во-первых, пандемия, что приперлась, кто разрешал и с какой целью это раз. И вот уже в десятый миллионный раз, наверное, я не разрешаю себя снимать. Ты представитель организации. Это раз. У человека есть право на основании 29-й статьи Конституции собирать информацию. А уж тем более, если вы, мадам, к нему пришли по его душу. Хотя вы находитесь, как вы будете сейчас утверждать, на общественной территории. Подготовилась, она думает. Девушка, маску снимаем. Я могу снимать любую болезнь. Масочку снимаем. Попробуйте обсуждать вопрос о решении долга. Маску снимаем. Попробуйте обсуждать вопрос. Друзья, ну, конечно, человек немножко подтраивает, это слышно, ощущается. Да ничего страшного. Он хотя бы, как говорится, за свою правду. А это-то делает изо всех сил усилия. Усилие изо всех сил. Тавтология небольшая. Ну, ладно, простите меня. И старается при хреновой игре демонстрировать хорошую мину. Ну, давайте наслаждаться дальше. Выход там, на улице. Я нахожусь на общественной площадке. Девушка, маску снимаем. Называем организацию свою должность. Вы меня услышали или нет? Девушка, снимаем маску. Называете организацию свою должность. Я не у вас дома нахожусь, понятно? Я не у вас дома нахожусь. Выход там. Ты не у него дома нахожусь. Ты какого хера тут стоишь и что-то у него требуешь? Это не имеет значения, дома ты у него находишься или рядом с ним. Ты пришла по его душу. Он имеет право. Ты вообще, какое право? Это просто тот самый мною очень любимый для упоминания социальный контракт. Разговаривать с тобой так, как ты заслуживаешь и так, как он хочет. Потому что ты именно по своему какому-то по твоему эксклюзивному желанию пытаешься вторгнуться в его личное пространство. Пришла, позвонила ему в дверь или там что, постучала. Терпи. Суть твоя терпила же. Он тебя не выгоняет. Он тебе предлагает пока что спасаться. Спасаться бегством, конечно же, но сохранить хоть какую-то каплю достоинства. Вот что происходит. Никто тебя не выгоняет. Господи, вас все ждут. Пожалуйста, приходите. Вы сейчас, я разговариваю сейчас с мошенником, с мошенницей. Если вы не мошенница, снимайте маску. Именно потому что я не могу. Снимайте маску. Близко не подходим. Стоим здесь, на безопасном расстоянии. На безопасном расстоянии. На безопасном расстоянии. Стоим. Называем свою должность. Вы отказываетесь общаться с повышением долга? Кто вы такая? Я уже сообщила вам, кто это такая. Кто вы такая? Почему-то... Снимаем маску, называем свою должность и ее организацию. Вы будете обсуждать повышение долга? Сначала представьтесь, пожалуйста. Сейчас ваши... Снимите маску. Сейчас абсолютно никому учите. Девушка, выход там. Ваши ютубы. Выход. Никому не интересный. Выход. Здесь, там на... Вот ты, дорогуша, ошибаешься, да, друзья? Ох, как интересны вот эти вот вещи для зрителей ютуб. Очень интересны. Я когда захочу почитать нужным, я уйду. Девушка, пожалуйста, назовите свою организацию и должность. Но снимите маску. Готовы слушать? Или будьте ради? Готовы вас слушать? Жду названия организации четко и свою должность. Доверенность, подписанную Поляковым, председателем правления. Доверенность есть? Доверенность нету. Ваши доказательства. Ваши доказательства. Где доверенность, подписанная Поляковым? Где доверенность, подписанная Поляковым? Как они любят, приходят со своими идеями, навязывают эти идеи, ожидают, что человек это все, как говорится, схавает, а когда человек начинает задавать совершенно справедливые вопросы, если вас что-то интересует, идите в банк. Еще раз для примороженных рассказываю. Да, она представитель банка. Да, она так думает, потому что ей так сказали. И да, так оно и есть. Но это ни в коем случае не вменяет в обязанность кому-то, постороннему человеку верить ей. Поэтому правильно все, что вы видите здесь происходит. В акведах банка четко прописано имя отчества руководителя и лиц, наделенных правом действовать без доверенности. Наверняка, с вероятностью в 100%, эта персона не прописана в акведах юрлица банка. У нее нет права действовать без доверенности. Поэтому представлять банк, действовать, как говорится, как представитель банка без доверенности она не может. Точнее может в буквальном смысле, но ее воспринимать, дело последнее, как представителя банка. Кто-то скажет, часто писали, вот она по трудовому договору работает. Да, конечно, работает. Вот в офисе, когда человек входит в здание банка и он видит сотрудников, совершенно верно, он совершенно добровольно подходит, тем самым косвенно принимая условия банка, что сейчас с ним работает сотрудник банка, да, без доверенности. Но вот этот случай, эта ситуация совершенно очевидна, совершенно безапелляционно нам демонстрирует их беспомощность и полное отсутствие компетенции. Да, она пришла, она навязывается. Будь добра, предъяви доверенность. Доверенность, заверенную человеком, наделенным правом действовать без доверенности. Если у тебя нет доступа к такому человеку, то доверенность, которая у тебя должна быть, должна быть подписана человеком, у которого есть право действовать по передоверию. То есть тот человек, который наделен правом действовать без доверенности, такая вот, внимание, слушайте, должен выписать доверенность человеку, который не наделен этим правом. И, соответственно, у того должно быть право передоверия. И он ей должен выписать доверенность следующую. То есть, если доверенность этой дамы, которая в гипотезе, в какой-то невероятной у нее есть, подписана каким-то человеком, то к этой доверенности должна быть приложена копия, заверенная печатью банком, что ей подписал эту доверенность человек, не наделенный правом действовать без доверенности, но имеющий доверенность с правом передоверия. Вот такая кипа копия должна быть, такой паровозик должен быть. То есть, ситуация в случае этого персонажа неисполнимая. Покажите, пожалуйста, свой паспорт и доверенность подписанных Поляковым, председателем правления банка. Вы отходите к нам на теление банка, у вас руки от страха? Девушка, выход там, на улицу. У вас руки от страха трясутся? Да не от страха у него руки трясутся, а от волнения, совершенно верно, потому что тяжело, особенно впервые, отстаивать свою правду. Человек от возбуждения, да, мандражирует, ничего особенного в этом нет. Может, это радостное возбуждение, эмоциональный подъем, от которого действительно появляется дрожь в руках. Это знакомо любому и каждому. А она маску свою напялила, чтобы мы с вами не увидели, как у нее дрожат губы, или как они там побелели, или что там еще, слюни у нее летят. Мошенница на улицу, шагом марш, раз-два. На счет два поворачиваемся и ищем выход. Понимаете? Мы обсудить пришли, конструктивный диалог с вами. Пожалуйста, представьтесь. Сначала, сначала. Сначала. Да радуйся, радуйся, что тебе кто-то домогается в сексуальном смысле. Ну ты чего? Ютуб запрещает, конечно, комментировать внешние черты человека. Ну да ладно. И сравнивать, тем более, ни с кем мы не будем ее. Симпатичная, очень красивая девушка. Я надеюсь, я думаю, вполне возможно. И муж у нее есть тоже, который по какой-то невероятной причине разрешает своей женщине работать сотрудником отдела взыскания, да еще и на посылках. Ух, зачем ты пришла? Значит, тебе нравится, когда до тебя сексуально домогаются? Или что ты думала? Он сейчас упадет на коленки и будет тебе твои туфли вылизывать? Ну нет, конечно. Хотя это тоже на сексуальные какие-то эротические изощрения, да, похоже. Нет, не дождешься. Ты займись другим делом. И вполне возможно, у тебя все наладится с точки зрения секса в том числе. Оценивайте, как хотите. Я не оцениваю. Не про себя говорил, а про бомжа, который жаждет вот этого, чтобы... Про себя говорил, приезжай ко мне в гости вечером. И что сделаем? Давайте на видео. И на видео скажем. Сначала представьте. Что вы сейчас стесняетесь? Девушка. У нас все записи разговора тоже записываются. Что вы стесняетесь? Записываем. Ты что, волнуешься, что ли? Душа моя. Ты что, волнуешься? Записи записываются у тебя. Не волнуйся. Не волнуйся. Соберись с мыслями. Представьтесь, пожалуйста, четко название организации и свою должность. Девушка, которая на 40 лет вас младше, не интимной, непристойного характера... Девушка, близко не походим на безопасное расстояние, потому что вы заразная. И для меня так я заразная, поэтому я в маске, представляете. А вы предлагаете мне ее снять. Вас идентифицировать сейчас не получается никаким образом. Сейчас, прошу, успокоиться. Я вам сейчас по запись разговора говорю, что мною отозваны письменно согласие на любой вид коммуникации с Росбанком. Кроме как на соответствии со статьей 165.1. Ведеральный закон цитируйте, вы прощаете. Все, нафиг, отсюда, сжагом марш. Сексуальное домогательство за непристойные предложения, а также за видео... Да, наведенная походу, да, на это... Дорогуша, какие глазища, а? Моргать не забывай. Да, тебе в этой жизни, наверное, сексуальных домогательств в любой степени, наверное, не помешало бы прихватить. Может быть, подумала, зачем, зачем мне это? Записи, которые ведутся без разрешения человека, который этот... Я физическое лицо снимаю, где хочу. Вы физическое лицо снимаете меня, а снимать вы можете действительно, где хотите. Снимают кого? Представьтесь, пожалуйста. Убираем телефон, еще раз говорю, и мы... Снимаем! Еще раз повторяю, и физическое лицо тоже можно снимать. В конце концов, друзья, если вы боитесь что-то снимать, и когда к вам приходят, говорите, я не тебя снимаю, я то, что у тебя за спиной снимаю. Вот и все. Дверь снимаю соседскую, ее можно снимать, это раз. А во-вторых, ее сейчас, хочет она этого или не хочет, снимать можно, прямо откровенно. Она представитель, как она сама заявила, юрлица, она подчиняется определенным нормам, прописанным, кстати говоря, в законе. И ее деятельность нужно фиксировать, тем более она совершает определенные действия, связанные, так скажем, с финансовой, так как бы выразиться правильно, с претензиями, связанными с наложением на человека определенной финансовой нагрузки. Вот так вот, сложненько, но все-таки, я думаю, понятненько. Вот, поэтому хочу и снимаю, и напомню, 29-я статья Конституции, кстати говоря, позволяет это делать совершенно беспрепятственно. Маску, представляем! Кто я представилась уже на вашем дождеве? Снимаем маску и представляемся! Кто я представитель и фамилия мяч, что даже озвучено пересмотреться? Снимаем маску и представляемся! Я же за разность уже! Маску снимаем и представляемся! Ты что, глухая? На меня оскорблять будете? Да, буду! Чтоб ты написала на меня заяву в полицию! Заяву в полицию! Чтоб пошла, накатала заяву! Чтоб засветила там свой паспорт, чтоб я пришел и тебе в морду еще раз плюнул, блядь, потому что ты мошенница и сейчас плюну в морду! Не надо так делать, серьезно! Да надо так делать! И сейчас в морду еще раз плюну! А у вас есть дети в блоке? Как вам не стыдно за вас? Мне не стыдно, потому что ты мошенница и коломаса, блядь! У вас руки трясутся страху! Да, а у меня руки трясутся от возмущения, от такой бестолковости, что женщина пошла работать коломасцей, тявкать за чужое, охренеть вообще! Правильно боится еще свое лицо засветить! Я бы тоже стыдился на такой работе! Не бойся, не бойся, родственникам говоришь, что проститутка работаешь, а сама коломасцей подрабатываешь! Опять меня оскорбляете, правильно? Да, да, да! А? У меня опять тебя оскорбили! Я отвечу! Он опять тебя оскорбляет! Он делает все для того, чтобы бороться с этим явлением! Не с тобой конкретно! Он правильно делает! Он не терпит, он волнуется, у него руки трясутся от того, что он не понимает! Он прям конкретизирует, что с тобой не так! Ты чего там делаешь? Зачем ты работаешь? Ты представитель прекрасной половины человечества! Зачем ты унижаешься? Он тебе сейчас делает одолжение! А ты этого не понимаешь! Ты оскорбляешься! Ну и ради Бога! Чем сильнее ты обидишься, тем лучше для тебя же! И все, кто меня смотрит, кто вот искала массы, за всех не скажу, я имею в виду, за всех, кто вас не любит, я за себя говорю, лично, к вам персонально, я никакого отвращения в буквальном смысле, вот персонально не имею! Вы для меня сгусток! Каламаса! Слово само за себя говорящее! И вот я с этим явлением борюсь! И как вы понимаете, не только я это делаю! Я еще раз оскорбил по запись разговора, что ты на меня в полицию накатала! Давай! Вперед! В песне! Я правильно слышу конструктивную диалогу? Вы не готовы! Какого нахрен диалога? Ты еще не представилась? У нас ужасно трясется! Ты мошенница! И лицо! Ты мошенница! И даже лицо представляется трясется! И даже лицо! Трясется! Маску снимаем, представляемся! Да, что в 60 минут вы можете приобрести! На счет 3! Снимаем и представляемся! Что будет на счет 4? Похоже, ты еще не только в это самое, но еще и в это в уши! И нам постоянно будут оскорблять! Потому что ты мошенница! Друзья, кто жаждет, скажем так, продолжения, ну вот, допустим, к вам пришли, что с ними можно сделать? Ничего! Не надо делать! Потому что так или иначе, все мы, и они в том числе, защищены законом! Не дай бог! Царапина, синячок, что-то еще ни вам, никому из ваших близких родственников это не нужно! Я понимаю, что уже нет такой активности, среди них никто не ходит, но, господи, да блин, вы можете, блин, если вам хочется действительно ярких впечатлений, ну что, возьмите стакан воды и плесните физиономию! Вот ничего не произойдет! Можете что-нибудь поинтереснее, если у кого есть дети, они недавно опустошили свой кишечник? А может быть, у кого-то есть домашние животные и не убранный горшок? Ничего они с этим не сделают! Трамму вы им никакую не причините! Физическую, а душевную? Ну, на душевную травму, пускай они отдельным производством претендуют, и моральный ущерб, и все остальное, пускай попробуют! Ни в коем случае, никакого рукоприкладства! Вот если в ответ, тогда да, если ломится, такое было раньше, в дверь ломятся, прям впускайте! Не препятствуйте, пускай заходят, тут же закрываете дверь, убираете ключ куда подальше и вызываете полицию! В самом начале моей деятельности такой случай мы зафиксировали! приехала полиция, опера, и увезли этих лиходеев, но это было еще до выхода 230-го федерального закона, я делал обзор в свое время на это, захотите, найдете, просто увезли в СИЗО, ребятам ох, как это понравилось в кавычках! Но это я предупреждаю, нужно делать грамотно, если они вломятся как-нибудь в вашу дверь, пожалуйста, ну на такой роскошный подарок сейчас, наверное, сложно рассчитывать, хотя если что, записывайте, делайте, снимайте все, это дорогого стоит! У меня все в порядке, мне ничего не надо, какого отдельного? Не Росбанка! Все вопросы письменно! Я не брал никаких денег в банке, у меня даже нет текущего счета в вашем банке! Хорошо, это с ваших слов, я поняла, услышала! Смотри, Сергей Горьевич, я вам... Маску снимаем и представляемся, кто ты такая! Вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон, у меня отзыв на все виды коммуникации, кроме как письменные, на соответствии 165.1. Вы что, у меня еще? Почитайте, знакомитесь, там есть мой номер телефона, мой адрес. Разворачиваемся, и вы ебывали, нахрен отсюда, блядь! Ты что, еще лучше долбишься, блядь? Чепушила, блядь? Проститутка долбанная, блядь! Ой, извиняюсь, не проститутка, проститутка, ты говоришь, что ты работаешь, ты коломаса, блядь! Просто коломаса, просто дерьмо, блядь! Ты просто дерьмо, блядь! Я услышала. Просто дерьмо, блядь! Шагомаш отсюда, блядь! Развернулась и пошла, блядь! Девке, блядь, не стыдно еще на такой работе работать, блядь! Давай, чеши отсюда, блядь! Как она сказала? Ха-ха-ха, о господи! Так, еще раз, этот ролик отдельно выйдет, вот прям в этот же день, прям, там, не знаю, мы решим, посмотрите. В телеге он будет, в телеграм подписывайтесь, ссылочка есть в описании любого другого ролика. И, вы чего, если вы не подписались, да, ну, так, на секундочку, это нужно было сделать давным-давно. В телеграм-канале у нас очень много интересного, кстати говоря, такого, что вы на основном канале не увидите, не услышите. Пишите комментарии и, в первую очередь, пишите по поводу того, что вы услышали и увидели. А мы работаем дальше. Работаем, в смысле, разговариваем с господами, с искателями. По телефону. Они звонят нашим клиентам, клиентов, срабатывает переадресация, кто не знает, как это устроено. И у меня есть техническая возможность с колл-центра с нашего перехватывать звонки. Алло. Да. Алло. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Алексей Алексеевич. Вы меня слышите, да? Слышу. Кто это? Почтабанк Надежды Юрьевны, Тюляткина. Здравствуйте. Надежда Юрьевна. Замечательно, что вы меня слышите. Вы знаете, да, по какому поводу звонок у вас? Почему вы думаете, что я знаю? Не знаю. Ну, я спрашиваю вас. То есть, вы знаете, да, Алексей Алексеевич? Нет, не знаю. Я вам отвечаю. Ну, звонок по поводу вашей просрочной задолженности. по правиле почтовой. Помните, про правилу? Мало ли чего у вас там на уме зачем вы звоните? Ну, хорошо, понял. По поводу просрочной задолженности. Ну, 7800 рублей как сегодня будете вносить? Сегодня? Почему вы решили, что я буду сегодня их вносить? Вы просто выставляете это корректно. Давайте, хронологию, да? Сначала уточните, буду ли я их вносить? Хорошо. Хорошо, Алексей Алексеевич, другой вопрос. Почему 24 дня вы на просрочной задолженности? Почему не платите? 24 июня. Ума разума потихонечку набираетесь. Сразу с места, как говорят, в карьер, да? Как будете вносить? Хотя бы вы разобрались, что к чему вообще ситуация. Будет ли человек, есть ли у него настроение вообще, что там вносить, да? Вот, логичнее, скорее всего, узнать, почему не вносил. У нас теперь от настроения зависит. Что? Сказали, то есть у нас теперь кредитное обязательство от настроения зависит. Слушайте, у нас от настроения много чего в этой жизни зависит. Практически все и в вашей жизни и в моей все зависит от настроения. Это раз. А во-вторых, логика должна быть всегда и везде. Ну, хорошо, давайте послушаю вашу логичную причину, об которой вы не оплачиваете. Почему вы думаете, что я буду с вами что-то обсуждать? Тут тоже логику надо подключить. Вы в каком-то таком доминирующем ключе выступаете. Зачем вы это делаете? Вам кто-то рассказал, что вы умеете доминировать. Вас обманули. Ну, то почему вы надеетесь на то, что я пойду у вас на поводу? Почему вы думаете, что я буду себя вести как ведомый? Скажите в самом начале сами себе и потом задайте вопрос собеседнику. Вот вообще хочет ли он так разговаривать с вами в таких интонационных настроениях? Я не желаю оплачивать кредит, у меня нет настроения. Да, совершенно верно. Так вы все знаете. Зачем вы удивляетесь? Почему? Вам все известно. Оказывается, вы во всеоружии. Так пользуйтесь этими знаниями. Человек не хочет с вами разговаривать. А так тебя ведете. А воспитателя, кстати, я вам порекомендую выключить. Может, у вас тоже не получается. Выключить воспитателя. Слушайте, вы мне разрешение спрашиваете? Правда? До такой степени себя принижаете? Вы не можете даже без разрешения. Хорошо, я вам разрешаю. Можете так сделать. Вы считаете, что банк вас уговаривает? Вы демонстрируете полностью откровенно эту ситуацию. угукаете еще зачем-то. Что надо сделать с вашими словами? Вы же прекрасно понимаете. Вы вводите возбуждение своим словами, что банк вас уговаривает. Вы такая наивная? Вы такая наивная, выходит, барышня. Но стыдитесь. Стыдитесь. Вы тогда как себя ведете, если 24 дня на просроченной задолженности? Как? Откуда вам знать, как я себя веду все эти 24 дня? Максимум, что я вам могу, как говорится, доложить в этом смысле, что я не вспоминаю о вас. Это уж точно. Опять угу. В нашей компании «Боэпин» России там же работаете? Что спросили вы? Место работы какое у вас? Я помните в процессе нашего с вами диалога порекомендовал вам не пытаться доминировать. У вас это не получается. Хотя вам сообщили, что вы можете это делать, но не научили вас доминировать. Поэтому не нужно тут, говорится, одеяло превосходства на себя натягивать. Почему вы решили, что я буду вам отчеты давать какие-то? Вы даете мне отчеты, спрашиваете у меня, что вам сделать, зафиксировать, не зафиксировать. Хорошо, я вам разрешаю зафиксировать. Я думаю, но это мы уже должны были закончить. Ну, хорошо, адрес регистрации менялся у вас. Опять? Вы не соображаете, да? Вы, как говорят, в поляну не сечете? Мои настроения не ощущаете, не чувствуете, как я к вам отношусь? Вы там проживаете? Почему вы решили, что я вам отчет? Да ладно, как с ребенком. Девушка, милая моя, недоразвитая, я не хочу отчеты никому давать по телефону. Это информация, защищенная 152-м федеральным законом. Ну, замечательно, тогда... Конечно, замечательно, великолепно. Вы предупредите о вашем нежелании оплачивать данные клики. Кого надо предупредить? Чтобы до них не было неожиданности те родные и близкие, которые проживают вместе с вами. Глупости какие несет. Вы не имеете права взаимодействовать с моими родными и близкими без их письменного согласия и без моего письменного согласия. когда придут. А кто придет? Кому придут? Менеджер выездного сбора. Кому придет? Какого сбора? Сбора пиздюлей? Тут недавно на YouTube-канале на одном видел как, блин, ваши менеджеры. Я тоже, если честно, знаете, даже закрою глаза на то, что он будет нарушать закон. Я очень хочу. Когда придет ваш этот менеджер? Точную дату не могу сказать. Не можете? Тогда вот прежде чем говорить А, приготовьтесь говорить Б. А иначе вы похожи, извините за выражение, если вы были бы мужиком, на пиздобола. Ну, в этом случае на пиздоболку. Ну, хорошо, Алексей Алексеевич. Очень хорошо. Замечательно. Ваша позиция какова, если вы не оплачиваете? 24. Вы не распознали мою позицию, что ли, сейчас? Вы трудненькая. Тупенькая, да? Вы тупенькая. Надежда Юрьевна. Кстати говоря, вас Надежда Юрьевна и кто в этой жизни вообще называет-то? Кроме вас самих. На личности не будем переходить. Вы не личности, не надейтесь, тут нет никакого перехода на личности. Вот вы тут зря, 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 зря. Тут с личностью очень осторожно надо быть. Ну, это, как говорится, вот просто вот по уши. Макнули по уши. Как вы думаете? Прямо, прям вот с момента ее планируемого взлета она вот как это, знаете, вот так вот это произошло. Вам так показалось тоже, я думаю. А у меня самая, самая, самая красивая Опа! Танцуй, Россия! И плачьи варапа!